Здарова, любители кораблетосов! Гриды показывает Джонни Кэтсвелл и сегодня я вас хочу познакомить с прем-линкором 7 уровня Хаюга. Это недавно высшая новинка, продается она сейчас в магазине. Друзья, ну это развитие линкоров типа Фуса, который вы все знаете на 6 уровне. Мне он очень нравился и Хаюга это его более лучшая версия. Ребят, честно говоря, мне этот линкор прям запал в душу. Очень прикольная и нагибучая машинка, но почему же это так, чуть позже я вам расскажу. Также у меня есть версии камуфляжа, японский лак, очень красивый, прям это как отдельный вид искусства. Есть, конечно, камики невзрачные, но вот этот вот мне тоже очень-очень впечатлил. Ну и по традиции предлагаю начать разбор, конечно же, с бронированием, ведь нам надо знать, чем мы имеем дело. И тут Хаюга это крепыш на 7 уровне. Конечно, мы проиграем по защищенности немцам, но при этом мы более круче себя чувствуем, чем, например, британцы. Из слабых зон хочу отметить, это носовая обшивка и кормовая, всего лишь 26 мм. Сюда вас будут пробивать любые линкоры фактически, а также фугасы. Например, у Фуса, не стоит забывать, но броня была в этом плане чуть-чуть посерьезнее, потому что у нас был на свой бронепояс в 102 мм и кормовой. Так что, ребят, носом играем очень-очень аккуратно. Из преимуществ по сравнению с предшественником мы получили бортовую обшивку в 32 мм. У Фуса была она 26 и 32 это очень даже достойно, мы можем ловить кучу рикошетов. Также статадель у нас стала себя чувствовать уверенней. Если у Фуса статадель шла сразу за ПТЗ, то у нас она достаточно притоплена. Сначала нужно пробивать бронепояс в 299 мм и только потом снаряд может дойти до статадели, которая углублена. По ощущениям пробить ее тяжело, но, конечно же, не невозможно, поэтому бортом мы не танкуем. Из вас в любом случае будет вылетать большой белый урон и также вполне себе статадель, какие-нибудь крупные калибры, выше бут. Ну и что еще из приятного хочу отметить? У Хаюги палуба в 44 мм и 35, то есть фугасы мы, в принципе, неплохо, но можем даже танковать. Живучесть у нас 60700 и ПТЗ в 26%, что довольно неплохо на седьмом уровне. Перейдем к артиллерии. Хаюги это пушки, такие же, как на линкоре Фуса, которая была рядом преимуществами и несколькими недостатками. Ну, во-первых, из плюсов у нас целых 12 орудий калибром 356 мм и залп ощущается очень-очень крутой, мощный, увесистый и такой вот кувалдный, который мы отправляем в наших противников. Короче, мало им точно не покажется. Также у пушек сниженная перезарядка по сравнению с конкурентами всего лишь 28 секунд. Это на 2 лучше, чем у многих линкоров, и они прямо ощущаются, то есть мы более ДПМ-нее. У орудий хороший фугас, 5700 урон, 25% вероятность поджога. Переменно японский, и с учетом того, что в цель мы отправляем 12 снарядов, то активно Хаюга поджигает, и это прям радует. ПБшка тоже неплохая, максимальный урон 10200, но из-за калибра у нас нет возможности гарантированно пробивать броню в 25 мм. А это оконечки большинства линкоров 7 уровня, а также с хайлевел крейсерами будут проблемы, поэтому в нос вы им ничего не сделаете, будут рикошеты. И настоятельно рекомендую в таких случаях заряжать как раз таки фугасы. Что же касается ББшки, то она вполне себе пробивает стадели, но в основном это происходит только в прямой борт. А в рамбы уже либо будут рикошеты пресловутые, либо только белый урон. Баллистика ФУСовская, снаряд улетает слишком сильно в небо и не быстро летит до цели, поэтому вам нужно будет привыкнуть. Но на дальность стрельбы 23 попадать все еще можно, она чуть-чуть ниже чем у ФУСа, но каким-то большим недостатком это не является, вполне себе рабочее расстояние для стрельбы. Короче говоря, комбинируйте боеприпасы и точно Хаюга вас не разочарует в набитии урона. В ПМК Хаюги представлен установками 127 мм и пушками 140. Раскачивать Хаюгу в ПМК вообще не рекомендую, поэтому этот параметр мы просто проходим мимо. ПВО особых улучшений не получило, если ФУСа даже против шестых авиков страдал, то мы будем попадать и к восьмеркам частенько. ПВО у нас всего лишь 44, авики нас будут любить и мы их боимся, поэтому стараемся играть только в таких случаях в ордерах с союзниками, иначе пернаты нас быстро положат, ведь какого-то адекватного ПВО тут нету. Маневренность, та же самая максимальная скорость хода 26,6 узлов с флажком, и в принципе это неплохо, но иногда хочется больше, хотя дальность стрельбы позволяет стрелять на большие расстояния, поэтому какого-то прям негатива в плане скорости я особо на Хаюге не ощущал. Радиус циркуляции 750 метров и перекладка рулей с модернизацией 12 секунд, это неплохие характеристики. Маскировка с соответствующими модернизациями и перками 14,7 километров, ну такая вот серединка на седьмом уровне, особого инвиза у Хаюги нету. Рассмотрев характеристики Хаюги возникает вопрос, а что мы блин делаем на седьмом уровне, если это тот же самый ФУСа? Но как только мы рассмотрим снаряжение, все сразу встает на свои места. Итак, вас встретит аварийная команда, которая работает 10 секунд, также хилка и истребитель. К сожалению, корректировщика поставить как у ФУСа тут возможности нет. Так вот, фишка, вкусность, изюминка этого линкора заключается в расходнике ускорения перезадки ГК. И назовите мне хоть один корабль, который получился слабым с таким расходником. Ну их, я считаю, нет. Так вот, мы на 50% можем сократить нашу перезадку ГК на 15 секунд. И, короче говоря, мы делаем дополнительный залп в течение нашего КД. Это позволяет легко карать бортоходов, то есть любой противник, он не знает, когда вы дадите этот расходник. Он захочет уйти, разорвать дистанцию, развернуться, и вы просто жмете его и накидываете ему в борт из 12 орудий и шотаете. Также легко мы можем сжечь наших противников, ну, например, какой-нибудь линкорчик хочет починить пожар. Он это сделал, мы жмем ему ускорение перезадки ГК и отправляем еще 12 фугасов ему вдогонку. Вешаем уже 2 пожара и он просто сгорает. Короче, очень крутая штучка. У нас зарядов 3, при этом они быстро переезжаются всего лишь минуту. И вы понимаете, к чему это может привести плачевному для противников. В модернизации я советую взять данную сборочку. Итак, в первую чеку основу вооружения модификация 1, во вторую стен борьбы за живучесть, в третью обязательно точность, и в четвертую рулевые машины модификация 1. Дело в том, что у корабля компоновка башен средоточена по всему борту, и при этом нам надо еще как-то умудриться танковать, делая бортовой залп. Нам перекладка рулей очень важна, чтобы отстреляться, а потом резко сократить неприятный угол и уже начать рикошетировать снаряды. Поэтому, чтобы это умело делать, нам нужна перекладка рулей прям вот must have. Ну а теперь перки командиров. Сюда, конечно же, идеально зайдет и Ямамоту и Сороку, но сборка будет отличаться от классического билда на Ямата. Итак, на первом уровне мы берем 100% заряжающий, прям обязательно. Дело в том, что на этом линкоре важно подбирать боеприпасы под ситуацию, и чтобы быстро сменить тип снарядов, то заряжающий обязательно. Тем более, он отлично комбинируется и с ускорением перезарядки ГК, то есть мы, например, пушки заряжены, отнимаем в два раза, короче, нашу перезарядку, будет уже 14 секунд, а если еще и ускорение прожимаем, то за 7 секунд мы спокойно меняем наши боеприпасы. В общем, здесь мы все поняли, дальше берем поворот орудий, наводчика, основа борьбы за живучесть и отчаянный, дальше маскировку и мастер противопожарной подготовки. Пятая хилка здесь не нужна, линкор быстрее разберут, чем вы до нее доживете, поэтому на оставшиеся 4 очка вы можете взять абсолютно что угодно, хоть меткого, хотя его скоро и поменяют, но я лично взял приоритетную цель и на сдачу специалистов противных работ и профилактику. Ну, профилактика тоже лишней не будет, потому что орудия много и их будут критовать. Вот такая вот получается сборка, можно спокойно играть и с 19 перками, но в идеале 20 перк вам помощь. Все, линкор собран и давайте я расскажу впечатление и покажу бой в рандоме. Итак, друзья, данный бой я вам хочу показать, который я играл именно с девятками. Ну, ребят, условия, конечно же, такие поинтереснее, чтобы вы там писали, ой, нагнул с пятерками, а вот против пятерок вы будете творить настоящие от каннибалов и каких-то адекватных противников против вас вообще нету. Давайте вспомним, что же такое фуса. Это реальная имбочка на шумурни даже сейчас и в свое время он был лучше нагата, да и, в принципе, по нынешней ситуации он тоже как бы не хуже, чем нагата, потому что когда-то японцы с 7 уровнем в нос пробивали и прям хотелось проходить ранги на фуса. Короче, с фуса все понятно, это имба, ну вот, а хаюга это тот же самый фуса, только еще и с улучшенной броней, все-таки 32 мм ПТЗ, это круто, а также с мощнейшим расходником ускорения 15 ГК, а на 7 уровне, насколько я помню, есть он пока что только у Страсбурга и больше ни у кого. Так вот, благодаря этому расходнику набивать урон, а еще из таких крутых пушек прям легко, вот, ну не знаю, как еще и таскать. Короче, ребят, так безнаказанно дамажить я еще, ну, не вспомню, где можно, потому что реально это та семерка, которая абсолютно комфортно играется и против девяток. В общем, хаюга, как его реализовывать? Конечно, наша задача не идти вперед, прям вот куда-то сломя голову, потому что у нас нету супер брони, но мы идеально показываем себя на средней и дальней дистанции. Стараемся подбирать боеприпасы в борта ББшки, в нос жгем фугасами, и, ребят, фугасы, ну, прям используйте здесь, не жалеете, не думайте, что вот вы там какой-то фугасный отис, нет, фугасы тут нужны, потому что калибр у вас слабый, и именно благодаря им вы будете набирать хорошее количество дамажки. Так вот, если вы это все освоите, при этом будете умело использовать ускорение певецки ГК, то у вас никаких проблем не будет. Также я хочу отметить, что на линкоре нужно еще научиться подворачивать, делайте залп, все, потом убирайте борт и проворачивайте это еще раз, ну, чтобы вас не пробивали, при этом вы успевали стрелять из своих шести башен. Если вы попадаете в топ списка, то все становится еще легче, чем могло бы быть. Пятерки вы просто можете шотнуть, кого-то даже там с фугасов пробивать, ну, и против пятерок можно идти активно вперед, главное, чтобы не было много авианосцев и надоедливых треугольников. Если мы попадаем с девятками, конечно, так и боковать не стоит, потому что у нас слабенький нос, и туда вас будут карать, поэтому вот я сейчас спокойно играл с его от средней дистанции, ну, и уже к концу боя только полез в атаку. Ребят, ну, на этом линкоре мне удалось набить очень приятную средуху, которой позавидуют и восьмерки, и даже некоторые девятки. У меня там больше 100 тысяч среднего по больнице, и если вы хотите прям себе купить в порт дамаг дилера, то это вот Хаюга. И мне кажется, это сейчас лучший линкор, по крайней мере, с прем-вариантов на седьмом урне для набивания урона. Это реально сейчас топ-1. Короче, нагиб за бабки, и если вы, конечно, зададите вопрос, ну, покупать мне его или нет, ребят, ну, есть мани, берем. Нету мани, ну, извините. Ничем вам тут не помочь. Конечно, лучше взять все-таки какую-нибудь восьмерочку, но прям на семерки понагибать можно, потому что вы как минимум не попадаете к авикам 10 уровня, и, в принципе, опять же, вы идеально себя чувствуете даже против девяток. А, честно говоря, мало семерки я могу назвать, которые с таким комфортом играются против 2 уровня плюс. Уже 144 тысячи урона у меня набито. Еще есть такая небольшая проблема Хаюги. Может быть, я попадал в какие-то турбачи, но на нем-то набиваешь 120 тысяч урона, и все, бой кончается. То есть средуха крутая, но каких-то супер эпик боев на 200 тысяч у меня пока что не получалось. Также очень-очень красив камуфляж, который я сейчас наделал на Хаюгу, как он там называется, золотая. Честно забыл, но он прям реально меня радует. Да и, в принципе, я соскучился по Фусо, но, как я вам говорил, я продаю корабли по веткам. То есть вот исследовал Фусо, Нагата, Амаги, Изюм, все, они у меня проданы. И хотелось немножко поностальгировать. Вот вам, пожалуйста, идеальное время. Берем Хаюгу и вспоминаем былые времена, когда вы на Фусо нагибали всех и вся. Если вы посмотрите бой внимательно, были тут небольшие проблемы, потому что, да, 356 миллиметров они рикошетируют, и поэтому-то и нужно на фугасе переключаться. Вспомните, как я не смог пробить пару линкоров. Даже от Авика было много рикошетов. Ну и такая вот печальная суба этого калибра. При этом назвать его безобидным тоже язык не повернется. Засвечивается механ. Не стал я переключаться на снаряды, мне надо было его добить, и все, он отправляется в порт. Кстати, в принципе, 5 фрагов здесь тоже делать несложно. А если посадить Мамоту и Сорок, там включатся имбовиши и таланты, поэтому, ребят, ну линкор очень-очень прикольный. Я на нем поиграл, как бы мне понравилось, но хочется вернуться на хайлевел, поэтому если у вас кораблей много, скорее всего вам хватит его на 10 боев, но вот если вы прям ищете крутой прем для нагиба, то берем Хаюгу и фармим деньги. Ребят, если вам вот этот обзор понравился, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на Твич, на Дискорд. Для меня это самая лучшая поддержка, но линкор получает свои заслуженные прямо вот 9 из 10, и Джонни его одобряют. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok